Добрый день, дорогие слушатели! Я Вячеслав Дубынин и у нас сегодня третья лекция цикла физиология иммунитета. Две предыдущие лекции мы в основном говорили о системе приобретенного иммунитета, о болимфоцитах, антителах, Т-клетках. Сегодня первая половина лекции будет посвящена системе врожденного иммунитета, и мы немного подробнее поговорим о макрофагах и системе комплимента. Во второй части лекции мы вновь вернемся к приобретенному иммунитету, ну а точнее попытаемся собрать вместе уже системы врожденного приобретенного иммунитета для того, чтобы обсудить уже такие более сложные аспекты работы иммунной системы. Ну и собственно давайте потихонечку начнем. Вот эта схема была на первой лекции, то есть есть иммунитет врожденный, тот который не нужно вырабатывать, есть иммунитет приобретенный, который формируется как обучение иммунной системы и ее настройка на какой-то неизвестный антиген. Ну и врожденный иммунитет он всегда на готове и в течение нескольких минут срабатывает и формирует ответ на некий возбудитель и некий антиген, фактор, который известен иммунной системе благодаря генетической настройке. Приобретенный это действительно обучение и сначала нужно неделю, а то и две учиться, а потом уже сформируется быстрая реакция на повторную встречу с возбудителем. Ну и собственно опять-таки вспоминая первую лекцию, вот я показываю данный слайд, он правда немножко видоизменен и дополнен. И собственно система врожденного иммунитета, с которой мы сегодня начинаем, она также как система приобретенного иммунитета делится на гуморальную и клеточную составляющую. То есть с некими чужеродными агентами, бактериями, вирусами, клетками грибов, просто с неким скоплением антигенов, попавшим в организм вроде занозы, борются некие вещества, это гуморальный иммунитет и клетки, такие как макрофаги, гранулоциты, тучные клетки, натуральные киллеры. Ну и собственно на первой лекции, да и вот на прошлой лекции мы, например, с вами говорили о интерферонах, вспоминали лизоцим. Ну а сегодня, как бы так вот, немного закругляя данную тему, давайте чуть подробнее поговорим о системе комплимента. То есть напоминаю, что, скажем, лизоцим муромедаза это фермент, который способен разрушать клеточную стенку бактерий. И муромедаза используется для того, чтобы в принципе не пустить инфекцию в организм, ну и скажем, входит состав слез, слюны, слизи желудочно-кишечного тракта. Система комплимента это уже внутренняя защитная система, это такие белковые молекулы, которые плавают в плазме крови, ну и соответственно способны реагировать, например, на клеточную стенку бактерий, а еще на антитела, которые пометили некую мишень. И система комплимента она очень важна, она осуществляет постоянный контроль и действительно всегда наготове. Белки системы комплимента вырабатываются прежде всего печенью, то есть казалось бы такими клетками, которые не имеют прямого отношения к иммунитету, но иммунитет на самом деле системная функция и конечно печень тоже не может остаться в стороне. И еще мы сегодня немного вспомним о циреактивном белке, белке, который тоже способен нападать, метить некоторые виды бактерий, прежде всего пневмококия, и осуществлять то, что называется апсонизация, то есть мечение некого чужеродного агента для того, чтобы дальше, ну например, какие-нибудь фагоциты могли опознать этот самый чужеродный агент и его уничтожить. То есть система гуморального врожденного иммунитета, она способна сама повреждать, скажем, бактериальные клетки и указывать путь, скажем, для макрофагов или для гранулоцитов. Вот появилась схема, описывающая деятельность системы комплимента, то есть действительно это белковые молекулы, которые в значительном числе случаев являются то, что называется проферментами, то есть ферментоподобными белками, протеинами, которые должны перейти в активное состояние, если появится некий запускающий стартовый фактор. Ну и дальше, собственно, мы видим в случае системы комплимента, как одни белковые молекулы, последовательно активируют другие, то есть возникает такой как бы эффект домино, ну и в конце концов система комплимента, ее белки способны сформировать то, что называется лизирующий комплекс, то есть особую такую пору белковую, которая продырявит клеточную стенку и мембрану бактерии. Ну иногда это собирается и на небактериальных клетках, например, на собственных клетках организма. Ну во всяком случае вот эта пора, она представляет собой крупное отверстие, через которое цитоплазма клетки теряет полезные вещества, в нее входят всякие не очень полезные вещества, ну и собственно вот такое отверстие, ну а точнее большое количество таких отверстий способно привести к гибели бактериальной клетки. Осознали наличие системы комплимента еще в 19 веке, ну и собственно в итоге исследований обнаружили сначала тот путь, который начинается с антител, и дальше вы видите белок системы комплимента, который назван собственно С1, да, то есть комплимент фактор номер один, первый фактор комплимента, активирует белок С4, потом С2, потом С3, и вот С3 является таким ключевым белком, на основе которого формируется лизирующий комплекс. То есть все начинается с того, что, скажем, антитело присоединилось к бактериальной клетке или к собственной клетке организма, например, мутировавшей, ну во всяком случае вот все начинается с антитела. А потом был найден вариант, когда белок комплимент С3 сам присоединяется к бактериальной клетке, ориентируясь на бактериальные полисахариды или липополисахариды, ну например, опять же, на мурииноподобные молекулы. Ну и поскольку путь, связанный с антителами, был открыт первым, его назвали классическим, а путь, связанный с прямым присоединением к бактериальной клетке, его назвали альтернативным. Хотя, ежели немного подумать, то понятно, что более древним является как раз альтернативный путь, то есть он полностью основан на работе системы врожденного иммунитета. А классический путь это уже сопряжение систем врожденного и приобретенного иммунитета, когда действительно антитело указывает системе врожденного иммунитета врага. Ну, собственно, название менять не стали, но во всяком случае логика примерно одинакова. То есть есть некий запускающий фактор, дальше происходит цепочка взаимной активации белковых молекул, и в конце концов на базе третьего фактора комплимента формируется этот самый лизирующий комплекс. Вы видите, что в случае альтернативного пути здесь помогают факторы системы комплимента B, D, P. Ну, во всяком случае, логика достаточно понятна. И вот та схема, которая сейчас на экране, она упрощенная. Вот чуть более сложная схема, где, собственно, опять же показан классический путь и альтернативный путь. Ну и, собственно, мы опять видим, что классический путь начинается с того, что идет реакция на антитело. Давайте еще раз посмотрим. Да, вот они, Y-образные молекулы антител, и вот сюда к константному участку присоединяется белок системы комплимента I, и он, видите, представляет собой такую молекулярную кисточку, и вот эти вот щетинки-кисточки, они как раз и контактируют с константной частью антитела. И дальше действительно запускается цепочка химических реакций. Ну и, собственно, C1 активирует C2 и C4. Возникает комплекс из этих белков, который активирует C3. Вот все-таки молекула C3, она ключевая, и вокруг нее не только собирается лизирующий комплекс. Посмотрите, при активации молекулы C3 третьего фактора комплимента распадается на две части. Более крупную C3B, которая действительно становится основой литического комплекса, лизирующего комплекса. Вот такой вот поры. Вот она, видите, какая крупная пора. Но, кроме того, образуется маленький кусочек, который назван C3A. То есть, C3B формирование поры, а C3A, эта молекула, имеет сигнальную функцию и усиливает процессы воспаления. Кроме того, работает как хемотоксический фактор, то есть привлекает фагоциты из кровотока. И это такая совсем отдельная история. То есть, получается, что данная молекула C3 выполняет еще и сигнальную функцию, ну, точнее, ее C3A фрагмент. Когда C3 начинает формировать лизирующий комплекс, видите, здесь в игру вступают факторы пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И вот пятый фактор, он примерно так же себя ведет, как и третий. То есть, он дает C5B фрагмент, основной, крупный, который, соответственно, работает на образование литического комплекса. И сигнальный C5A фрагмент, который вместе с C3A фрагментом работает как фактор, усиливающий воспаление, формирующий хемотоксис. Вот, то есть, целых два фрагмента белков системы комплимента работают вот как такие очень важные сигнальные молекулы. И то, что мы видим, это, еще раз, да, классический путь, связанный с антителами, а вот альтернативный путь, он сразу начинается с C3. То есть, фактор системы комплимента C3 присоединяется к клеточной стенке бактерий, и дальше опять получается C3B, а C3A выполняет свои сигнальные функции, ну и собирается, собственно, пора, которая способна разрушить бактериальную клетку, ну или какую-то другую клетку. Итак, срабатывание системы комплимента ведет к возникновению вот этой поры, раз, работает на усиление воспаления, то есть на такой системной реакции иммунных компонентов в ответ на возникновение какой-то опасной ситуации и проникновение инфекции. Ну и кроме того, кроме того, белки системы комплимента и прежде всего C3B способны выполнять абсонизирующую функцию. То есть, термин абсонизация, я его регулярно использую, если из греческого это слово обозначает снабжение пищей. Ну и действительно, задача абсонизации это показать прежде всего фагоцитам цель, то есть ту клетку, которую нужно съесть или, по крайней мере, попытаться уничтожить. И до сих пор в основном я говорил про факторы абсонизации, про антитела, то есть то, что связано с системой приобретенного иммунитета. Сегодня мы видим еще один важный фактор абсонизации, это C3B белок системы комплимента, то есть получается, что вот такую функцию показать еду фагоцитам могут выполнять и компоненты системы врожденного иммунитета. Ну и, собственно, это тоже очень важная задача, которую выполняют белки системы комплимента или, например, уже упомянутый сегодня C-реактивный белок. Вот показано все это в более таком драматичном виде. Значит, давайте посмотрим на верхнюю картинку. Что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем антитела, причем вы видите, это пентомер, то есть это иммуноглобулин М. И он присоединился к антигенам на поверхности клетки. И дальше уже на этот пентомер садится C1 белок системы комплимента. Вот к нему присоединяются C2 и C4, активируются, ну и в конце концов начинает формироваться лизирующий комплекс. Вот он, кстати, тут показан на нижней картинке. Ну здесь примерно та же самая история, то есть вы видите здесь присоединение антител, вы видите здесь присоединение C3. Вот сформировался C3b, а C3a пошел усиливать воспаление и, например, активировать фагоциты. Ну а C3b запускает, да, формирование лизирующего комплекса и работает как абсонин. То есть на него, вот видите, могут дополнительно реагировать фагоциты и, соответственно, захватывать бактерию. То есть C3a это общая активация фагоцитов, а C3b это конкретно показать фагоцитам, а какой, так сказать, элемент окружающей среды нужно захватить и переварить. Ну как любая система, система комплимента может работать с недостаточной активностью и тогда мы наблюдаем иммунодефицит. Про иммунодефициты я буду рассказывать на следующей лекции. Ну а бывает так, что система комплимента слишком активно работает и тогда, например, те воспалительные реакции, которые запускают C3a и C5a, они могут оказаться избыточно яркими и могут возникать то, что называется элементы цитокинового шторма, но и иногда это может приобретать уже совсем катастрофический характер. То есть если вдруг в организме оказывается слишком большое количество, например, бактерий, то тогда вот этих вот факторов может оказаться тоже слишком много и и начнется такая системная реакция, которая приведет к острому нарушению кровообращения, к формированию каких-то микротромбов, ну вплоть до очень-очень опасных ситуаций, создающих, ну собственно, риск смерти. Дальше бывают истории, когда собственно лизирующий комплекс формируется не на клетке, которую нужно уничтожить, а, скажем, на собственной клетке организма, которая вполне здорова, и тогда система комплимента будет наносить повреждения клеткам, тканям. Эта история, она характерна, например, для аутоиммунных заболеваний. И отдельная история, которую мы будем обсуждать на лекции, посвященной аллергиям, это история формирования иммунных комплексов. То есть антитела могут соединяться с антигенами прямо в кровотоке, а потом оседать, скажем, на эндотелии сосудов или, например, внутри почечных капсул, капсул Боумана-Шумлянского, и вот там вот на хвостике антитела могут дальше реагировать белки системы комплимента, а на них могут реагировать фагоциты и начнется опять-таки воспалительная реакция, которая никому не нужна. В принципе, обычно ничего такого страшного не происходит. Система комплимента работает в неком оптимальном диапазоне активности, но для того, чтобы более надежно ее сдерживать, существует особая подсистема, как бы антикомплимента, которая вовремя выключает, например, активность С1 белка. И, в принципе, ингибиторы системы комплимента – это отдельная история, а если они почему-то плохо работают, то вот тогда патогенетические эффекты комплимента могут проявляться с более высокой вероятностью. Ну, достаточно про комплимент. И давайте теперь посмотрим на лейкоциты и, в частности, на макрофаги, то есть на те клетки, которые, в конце концов, все-таки уничтожают инфекцию. То есть можно сказать совершенно четко и уверенно, что все составляющие системы иммунитета, они работают прежде всего на то, чтобы показать фагоцитам цель. То есть, повторю то, что я говорил на первой лекции, система врожденного иммунитета на самом деле отлавливает львиную долю возбудителей и решает львиную долю проблем. Но эволюция бактерий, вирусов ведет к тому, что данные существа, живые или не очень живые организмы, потому что с вирусами все непросто, вот эти органические образования постоянно мутируют, меняются, и система врожденного иммунитета может не успевать. И тогда, собственно, приобретенный иммунитет помогает. Но в итоге все равно конечная победа, она должна быть обеспечена прежде всего фагоцитами. Ну и, собственно, фагоциты мы обнаруживаем в крови и в тканях. Те, которые в тканях, это прежде всего тканевые макрофаги. Сейчас я о них буду рассказывать подробнее. Но тканевой макрофаг, он, собственно, все равно имеет происхождение из красного костного мозга. И когда клетка красного костного мозга идет по пути превращения в макрофаг, она сначала такое промежуточное состояние принимает, это моноциты крови. И в форме моноцитов, собственно, будущие тканевые макрофаги добираются до той части тела, где дальше будут жить и функционировать. Ну а сами тканевые макрофаги, они очень разнообразные и имеют разную морфологию, свойства, скажем, в легких, в печени, в коже, внутри брюшной полости и так далее. Кроме будущих тканевых макрофагов, моноцитов, а вы видите их около 5% всех лейкоцитов, мы в кровотоке видим, конечно, прежде всего гранулоциты, то есть такие фагоциты, которые очень богаты лизосомами, то есть, по сути дела, такими мембранными пузырьками, где очень много пищеварительных ферментов. Ну и основная группа гранулоцитов – это нейтрофилы. Вы видите, их больше половины всех лейкоцитов. Эозины, базофилы – это гораздо более редкая категория фагоцитов в крови. У них достаточно специфическая задача, то есть, прежде всего, эозины, базофилы в ходе эволюции возникали для того, чтобы бороться с паразитами, с мелкими круглыми червями, с личинками плоских червей, сосальщиков, ленточных червей. Ну и, например, какие-нибудь трехинеллы, то есть мелкие круглые черви, судя по всему, в эволюции очень досаждали нашему биологическому виду, и поэтому, собственно, система иммунитета, она имеет такой отдельный блок. В современной жизни все-таки заражение паразитами организма среднего человека, да, оно маловероятно. И поэтому, собственно, данный блок иммунной системы, он в каком-то смысле остался не у дел. Ну и вместо того, чтобы просто, так сказать, спокойно существовать и ничего такого не делать, данные клетки порой участвуют в атаке, связанном с аллергическими реакциями. То есть, получается ситуация, когда та часть иммунной системы, которая простаивает, она все равно ищет себе врага и работу, и в итоге оказывается, что, собственно, многие аллергические реакции, они реализуются той составляющей иммунитета, которая, да, исходно направлена на борьбу с червями, то есть с гельминтами. Это касается и данных фагоцитов, и особой группы иммуноглобулинов, иммуноглобулины Е, которые действительно специфично связаны с аллергиями. Но пока вот про эозинофилы, базофилы мы особо говорить не будем. В основном мы смотрим на нейтрофилы, главные фагоциты крови, которые в случае развития воспаления через стенки капилляров протискиваются и идут на помощь, собственно, тканевым макрофагам. Тканевым макрофагам помогают, ну и, собственно, с ними соседствуют дендритные клетки, которые тоже, собственно, находятся в тканях. И про дендритные клетки я достаточно много рассказывал. Они занимаются пеноцитозом, и дальше, например, собрав антигены, направляются в лимфатические узлы, где уже контактируют с Т-клетками. Итак, вот это все различные варианты фагоцитов, или, по крайней мере, будущих фагоцитов. Ну и около треть лейкоцитов, которые в крови, это различные лимфоциты, то есть клетки, которые ведут уже химическую войну. И если это B и T лимфоциты, то это составляющие системы приобретенного иммунитета. Ну и здесь же натуральные киллеры, составляющие системы врожденного иммунитета. Про лимфоциты мы уже достаточно много говорили. Давайте сейчас немножко подробнее поговорим, прежде всего, о тканевых макрофагах. Вот они тут появились на схеме, и, соответственно, моноцит, здесь он еще внутри сосуда, а дальше, как бы после такого распределения, придя на свое рабочее место в определенную ткань, моноциты, они видоизменяются и становятся, вот вы видите, достаточно разными такими клетками, ну вот, скажем, альвеолярные макрофаги. То есть вы видите альвеолу, структурный и функциональный компонент наших легких. Вот здесь вот воздушное пространство, и сюда внутрь альвеолы могут выходить тканевые макрофаги и, соответственно, собирать мусор уже на вот такой вот внутренней поверхности альвеолы. Ну, потому что, когда мы дышим, то, конечно, пыль, бактерии, вирусы, они в основном задерживаются слизью, но что-то может проникать и в альвеолу, и альвеолярные макрофаги, они очень важны. Мы видим такие клетки, ну, например, в почках, потому что, собственно, почки – это зона, где тоже велик риск инфекции, и, правда, инфекция эта в основном ползет как бы снизу через мочевой пузырь, через мочеточники, она может доходить до капсул Боумана-Шумлянского, ну, и здесь, собственно, тоже мы видим специфические достаточно макрофаги. Мы их видим в коже, мы их видим в печени, здесь они называются клетки Купфера, мы их видим в различных наших полостях, ну, например, там, в брюшной полости. И совершенно отдельная история – это микроглиальные клетки нервной ткани, то есть это клетки, родственники макрофагов, но они проникают в нервную ткань на ранних стадиях антогенеза, после чего нервная ткань становится уже то, что называется забарьерным органом. И компоненты системы иммунитета в нервную ткань проходить не должны. То есть обычные фагоциты не должны проходить в мозг, они слишком грубые, огромные, то есть как слоны в посудной лавке. Но их функцию в нервной ткани выполняют их прямые родственники – клетки микроглии. И микроглиальные клетки, они очень аккуратно движутся между нервными отростками, опять-таки захватывают какие-то чужеродные агенты, помогают устранять погибшие клетки, ну и на самом деле выполняют кучу разных функций, вплоть до контроля работы синапсов, синаптогенеза, разрыва тех синапсов, которые не принимают активного участия в передаче информации. Ну, во всяком случае, мир макрофагов, он очень велик. Ну и, собственно, макрофаги – это первая линия обороны против проникновения инфекционных агентов. И недаром их поэтому сравнивают с пограничниками, которые всегда на посту и, собственно, готовы дать ответ. То есть, сами сразиться с источником инфекции и запустить сигнальные каскады, процессы воспаления для того, чтобы другие компоненты иммунной системы пришли к ним на помощь и уже тогда общими усилиями справились с проблемой. Вот вы видите, собственно, такую достаточно упрощенную схему, которая иллюстрирует важнейшую роль макрофагов. В руку вонзилась заноза. Вот вроде бы совсем маленькая заноза, но с точки зрения кожной поверхности это практически как падение Тунгусского метеорита. И вы видите вот эту вот воронку, то есть, вот защитный слой эпидермиса, а это то, что называется дерма, внутренний слой кожи. И вот, собственно, повреждения, которые приводят к тому, что сюда проникают различные чужеродные факторы. Это могут быть бактерии и вирусы, это могут быть просто антигены, ну, грязь, например. Да, плюс еще может сам сосуд повредиться. Ну, во всяком случае, проблема достаточно велика. И вот первую линию обороны действительно формирует макрофаги. То есть, используя свое врожденное знание о обширных группах антигенов, макрофаги начинают захватывать бактерии, какие-то чужеродные молекулы, и одновременно они начинают выделять то, что называется медиаторы воспаления, или иногда это называют вещества-сигналы СОС. То есть, такие молекулярные сигналы, которые, соответственно, привлекают другие компоненты иммунной системы. Помогают макрофагам еще одна группа клеток, имеющих происхождение из красного костного мозга. Это так называемые тучные клетки, которые сами не могут фагоцитировать, но зато в них очень много вот этих самых медиаторов воспаления, ну, например, очень много гистамина. И гистамин здесь важнейший фактор, который приводит к расширению сосудов. Расширению сосудов, капилляров, разрыхлению эндотелия, то есть, клеточной стенки капилляра, и расширение сосуда приведет к тому, что зона, где, собственно, пошло вторжение инфекции, эта зона краснеет, увеличивается температура, и через разрыхленный эндотелий начинает выходить плазма крови, это вызывает отек, но самое главное, через этот самый разрыхленный эндотелий начинают выходить гранулоциты крови и идут на помощь макрофагам. То есть, вся эта система, весь этот комплекс событий, а он называется воспаление, очень важный такой термин в иммунологии, вообще, так сказать, физиологии организма, вот весь этот комплекс событий, он для того, чтобы привлечь, прежде всего, гранулоциты на помощь макрофагам в конкретной зоне повреждения. То есть, гранулоциты, их можно сравнить с десантниками, которые все время циркулируют над границами нашей отчизны, то есть, нашего тела, и ждут, когда пограничники начнут посылать сигнальные ракеты, и тогда придут к ним на помощь. И вот вы видите, как гранулоциты вылезают, протискиваются между клетками эндотелия. Вот такой каскад событий, то есть, активация, бой макрофагов плюс выделение медиаторов воспаления и привлечения гранулоцитов вот здесь наблюдается. Ну и плюс к тому, часть медиаторов воспаления, они еще действуют и на нервные волокна, и мы чувствуем боль. И тогда мы можем уже на системном уровне помочь очагу воспаления, то есть, как бы большой организм обратит внимание, а что-то больно стало в указательном пальце, и мы посмотрели на этот указательный палец, увидели занозу, ее выдернули. То есть, одна из функций – это формирование болевого сигнала, который, соответственно, поможет уже на поведенческом таком уровне помочь решить проблему. Ну вот основные события, которые связаны с воспалением, действительно, это покраснение, отек, боль, утрата функций. И медики прекрасно все это знают, и в некоторых случаях приходится снижать воспалительные процессы для того, чтобы то, что происходит в собственном очаге воспаления, не нанесло чрезмерного повреждения тканям и органам. Вот в более таком уже сложном варианте изображены данные события, и в частности здесь представлены некоторые медиаторы воспаления, то есть сигнальные молекулы, которые превращают такую локальную реакцию макрофагов уже в системный ответ. Вы видите, что все начинается с неких микробных продуктов, то есть антигенов по сути, и вот эти самые антигены они приводят к тому, что активируются макрофаги. Ну и, кстати, видите, здесь еще стрелочка, вот они эти С3А, С5А, сигнальные компоненты системы комплимента. Активировались макрофаги, и они начинают выделять вещества, запускающие воспалительную реакцию, влияющие на сосуды. Ну и, собственно, ключевые молекулы, которые связаны с макрофагами, это так называемый интерлейкин 1 и фактор некрозоопухоли альфа. То есть именно эти молекулы влияют в итоге на привлечение лейкоцитов из кровотока и на их активацию. Ну и, кроме того, здесь наблюдаются вещества, которые называются хемокинами, то есть они уже совсем специфически влияют на фагоциты крови и действительно заставляют их протискиваться через эндотелий. Ну а фактор некрозоопухоли, интерлейкин 1, они очень такие многогранные молекулы, которые одновременно влияют и на эндотелий сосуда, и на те же самые тучные клетки. В итоге, собственно, вот этот каскад химических реакций, он приводит к изменению и свойств самой ткани, и эндотелия сосуда, и привлечению лейкоцитов. Важную роль играет интерферон гамма, который, собственно, вы видите, например, выделяется натуральными киллерами, он также выделяется т-хелперами первого типа. Об этом мы сегодня будем много говорить. И здесь возникает система такой положительной обратной связи, которая может раскачивать процесс воспаления и его ускорять. Ну потому что, собственно, действительно вторжение антигенов это некая такая военная операция. То есть нужно быстро реагировать на врага, и поэтому очаг воспаления порой действительно развивается и становится более ярким за очень-очень небольшое ограниченное время. И важным фактором усиления вот этого воспалительного ответа являются тучные клетки, то есть клетки, специализированные на том, чтобы выбрасывать медиаторы воспаления. Итак, с макрофагами прежде всего связан фактор некрозоопухоли альфа, интерлейкин первый, некоторые хемокины, и важную роль здесь играет интерферон гамма. А вот тучные клетки. Вот они являются самым богатым источником, самым богатым источником медиаторов воспаления. Ну и вот тут вот на заднем плане такая табличка, мы даже, пожалуй, в эти дебри не полезем, но вот главные медиаторы воспаления я так особо выписал. И, собственно, тучная клетка, она потому тучная, что в ней так много визикул, пузырьков с медиаторами воспаления, они готовы к выбросу, если на тучную клетку подействовали, ну, например, С3А, С5А, или, например, иммуноглобулины Е, которые, посмотрите, прикреплены к тучной клетке, получили антигенный сигнал. То есть тучная клетка в качестве, по сути, рецепторов, использует иммуноглобулины Е, они своим константным куском закреплены в, собственно, белковой молекуле на мембране тучной клетки. И когда присоединяется антиген, то, соответственно, сигнал от этого молекулярного комплекса передается внутрь тучной клетки и запускает то, что называется ее дегрануляцию. То есть начинают выбрасываться медиаторы воспаления, и все развивается порой буквально за считанные минуты. Ключевой фактор, еще раз, гистамин, вещество, которое разрыхляет сосуды. Кроме того, наблюдаются такие молекулы, как серотонин, фактор активации тромбоцитов, уже упомянутый фактор некроза опухоли альфа. Очень важную функцию хемокина, то есть привлечение гранулоцитов из крови, выполняет интерлейкин 8. Ну, а вот это список, интерлейкин 1, 3, 4, 6, это, соответственно, те молекулы, которые мощно усиливают и воспалительный ответ, и вообще активируют деятельность разных компонентов иммунной системы. Интерлейкин 1 является самым универсальным активатором. Интерлейкин 3 действует прежде всего на красный костный мозг. Интерлейкин 4 нам знаком по влиянию на B-лимфоциты. Интерлейкин 6, ну, например, мощно влияет на печень, и печень начинает выбрасывать больше белков системы комплимента. И вообще мы сегодня много будем говорить об интерлейкинах. То есть я считаю, что мы уже настолько познакомились с иммунной системой, что от характеристики отдельных компонентов и клеток можем переходить к увязыванию этих компонентов уже в какие-то такие целостные истории, когда несколько типов клеток, несколько групп молекул совместно решают ту или иную проблему. И для того, чтобы синхронизировать деятельность, ну, например, разных клеток иммунной системы, разных типов клеток иммунной системы, как раз и нужны интерлейкины, то есть особые сигнальные вещества, которые выделяются прежде всего лейкоцитами и, собственно, передают информацию внутри иммунной системы. И интерлейкины для иммунной системы это примерно то же самое, что гормоны для эндокринной системы, нейромедиаторы для мозга, вот, то есть это важнейший класс сигнальных молекул, но в свою очередь интерлейкины входят как бы в состав еще более обширной группы сигнальных молекул, которые называются цитокины, ну, и какой-нибудь фактор некрозоопухоли альфа, он не интерлейкин, но он цитокин. Кроме того, вот здесь, в этом списке медиаторов воспаления мы видим такие молекулы, как простагландины и лейкатриены, это молекулы, которые вырабатываются из липидов клеточных мембран, и их главное назначение это запускать как раз болевые ощущения, и я достаточно много рассказывал про эту историю в лекции, посвященной боли, а лекция эта находится внутри цикла сенсорной и двигательной системы мозга. Вот еще раз тучные клетки, очень красивые, очень богатые вот этими самыми гранулами с медиаторами воспаления, и вот здесь немного в упрощенном виде показано, как на поверхности тучной клетки находится иммуноглобулин Е, ловит антигены и дальше запускает активацию тучной клетки, видите, из тучной клетки как бы как из огнетушителя выбрасываются, эти самые вещества, сигналы СОС. А это дополнительная история о том, как, собственно, фагоциты, а точнее гранулоциты крови выходят в очаг воспаления. То есть, да, вот здесь зона воспаления, и здесь пограничники борются с источником инфекции, выделяя различные сигнальные молекулы, ну и в том числе действительно интерлекин первый фактор некрозовой опухоли альфа, большую роль играет С5А фрагмент, то есть, это система комплимента, и данные молекулы, данные молекулы, они действуют на клетки эндотелия, то есть, на те клетки, которые выстилают изнутри мелкие сосуды, ну, у капилляров вообще только слой эндотелия, и под влиянием этих молекул клетки эндотелия начинают выставлять на своей поверхности особые белки, которые называются селектины, а на эти селектины уже реагируют те фагоциты, те гранулоциты, которые находятся в сосуде, ну и, собственно, да, сосуд по нему течет кровь, и, так сказать, с большой скоростью перемещаются прежде всего элитроциты, но лейкоциты, они стараются держаться в такой зоне поближе к мембране и периодически контактируют с клетками эндотелия. И если на клетке эндотелия появились эти самые селектины, вот тогда, тогда лейкоциты с помощью, опять же, специальных белков, интегринов, они прилипают к клеткам эндотелия и начинают протискиваться между клетками эндотелия. А тут как раз очень уместен оказывается эффект гистамина, который, соответственно, заставляет клетки эндотелия немножко укорачиваться, и, собственно, возникают вот эти просветы, через которые, правда, напоминаю, выходит плазма крови, и это может провоцировать отек, порой очень серьезный, но самое важное, самое важное, что выходят гранулациты крови и идут на помощь макрофагам. И, когда они уже протиснулись, роль так называемого хемотоксического фактора, то есть, фактора, который на химическом уровне их привлекает прямо в очаг воспаления, выполняет интерлекин восьмой, вот он, напоминаю, на предыдущей таблице в самом низу, и, кроме того, посмотрите, опять С3А и С5А, то есть, вот эти фрагменты белков системы комплимента, они тоже очень важны, и это работа системы врожденного иммунитета. Вот, собственно, десантники идут на помощь пограничникам, это очень-очень важная история, вот, ну и, кроме того, идут дополнительные сигналы, ну, например, вот этот вот интерлекин-3, он, влияя на красный костный мозг, подталкивает красный костный мозг делать больше фагоцитов, это важно, конечно, тогда, когда воспалительная реакция затягивается, и длится там неделю, две, три, вот тогда повышение количества лейкоцитов в крови, оно говорит о том, что, да, существует серьезная проблема, которую прям сразу решить не удалось. для того, чтобы фагоцит работал эффективно, соответственно, нужно, чтобы он видел врага, ну, и действительно, фагоциты исходно, исходно реагируют на многие молекулярные компоненты в клеточной стенке бактерий, в оболочке вирусов, но очень полезно усилить их реакцию с помощью апсонизации. И я уже сегодня упомянул о С3Б фрагменте комплимента, то есть он является апсонином, и здесь это вот как такой зелененький кружочек показано, и, конечно, антитела, и система апсонизации с помощью белков комплимента и с помощью антител, это две дополняющие друг друга системы, ну и, соответственно, вы видите, что если прошла апсонизация, то фагоцит гораздо эффективнее нападает на источник инфекции, то же самое касается апсонизации при помощи антител, а уж если на бактерию одновременно налипли и антитела, и белки системы комплимента, то здесь фагоцит очень хорошо видит врага и очень интенсивно формирует собственно пищеварительного коля. Вот здесь та же самая история показана, здесь антитело изображено кружочком, и fc это постоянный участок антитела, то есть вот этот хвостик этой двузубой вилки, c3b, к ним специфические рецепторы, запускается фагоцитоз, и вот она пищеварительного коль, в которую вбрасываются пищеварительные ферменты и другие молекулы, которые должны, ну, например, убить бактерию, что тоже само по себе не очень банальная задача, я уже говорил, что порой бактерии по ходу эволюции формируют такие защитные механизмы, которые позволяют им отбиваться от атаки фагоцитов, ну, например, не позволять пищеварительной эвакуолии и мембране лизосомы сливаться, но обычно все-таки все происходит как должно, впрыскиваются пищеварительные ферменты и кое-какие другие ферменты, которые, ну, например, производят активные формы кислорода или, например, отнимают у бактерий железо, и в целом все это позволяет сначала убить захваченный объект, ну, а потом его благополучно переварить, разрушить и в том числе в конце концов выставить антигены на поверхности, потому что, напоминаю, фагоциты и макрофаги одновременно являются еще и антигенпрезентирующими клетками, которые дальше могут взаимодействовать, ну, например, с телемфоцитами. В целом, в целом, действительно, это очень важная как бы идея, один из базовых принципов работы иммунной системы, идея о том, что очень многие компоненты иммунной системы, они функционируют для того, чтобы погазать фагоцитам и прежде всего макрофагам врага, потому что то, насколько чувствительны и реактивны вот эти пограничники, от них в значительной степени зависит дальше общая системная реакция иммунитета, и если почему-то, да, где-нибудь там в коже или в стенке кишечника макрофаги не сработали с должной скоростью и интенсивностью, то инфекция может развиться, расшириться и стать уже каким-то очень опасным фактором и опасным событием. Поэтому, конечно, от макрофагов зависит очень многое, поэтому, вот видите, вот этот заголовок, центральная роль макрофагов в иммунитете и воспалении, он на самом деле очень важен, то есть, практически все работают на макрофагов, производят антитела, выделяют цитокины и так далее, и так далее. Ну и что же, собственно, делают макрофаги? Вот, посмотрите, цифрами 1, 2, 3, 4, 5, показано разнообразие их функций и группа функций под номером 1 это запуск процесса воспаления. Вот опять вы видите фактор некроза опухоли альфа, интерлекин 1, интерлекин 6, который, помните, влияет на печень, вот, а еще они могут выделять белки системы комплимента, простагландины, то есть, да, основной поток белков системы комплимента идет из печени, но макрофаги тоже кое-что могут. Ну, это, собственно, общая логика нашего организма, потому что все клетки нашего организма, ну, или там почти все, да, за исключением эритроцитов, они ведь содержат полный набор ДНК, и в случае необходимости могут вырабатывать те белковые молекулы, которые вот здесь и сейчас актуальны, но в том числе белки системы комплимента в очаге воспаления. Вот, все это делается и усиливается воспаление там, где проникает инфекционный агент, но не только. Посмотрите, вот эти молекулы, фактор некрозоопухоли альфа, интерлекин первый, интерлекин шестой, они обладают еще и перогенными свойствами, то есть, могут дотягиваться до нашего гипоталамуса, до нервной системы и запускать реакцию подъема температуры. А подъем температуры в разумных границах, в свою очередь, активирует иммунную систему. Вот, поэтому, собственно, здесь еще есть момент передачи сигнала на, как бы, уровень целостного организма. Дальше, цифры 2, то есть, видите, здесь целых три варианта, это конкретная борьба макрофагов с возбудителем инфекции. То есть, они нападают на бактерии, они могут нападать на собственные клетки организма, ну, например, помеченные антителами, и порой, собственно, атаковать ткани очень серьезно. И как они это делают? Делают с помощью выбрасывания выделяемых ферментов, с помощью активных форм кислорода, с помощью производных азотистых, ну, скажем, оксид азота, вот, то есть, таких молекул, которые, если они впрыскиваются внутрь пищеварительного коля, то разрушают бактерии и вирусы, но могут, могут выделяться и во внешнюю среду. То есть, если фагоцит не может захватить клетку целиком, он нависает над ней, то есть, действует примерно, как вот я рассказывал про текиллеры, и начинает выбрасывать всякие активные молекулы, ферменты, уже в межклеточную среду, и, например, повреждать раковые клетки, ну, или порой собственные клетки, ну, например, помеченные белками системы комплимента, это уже упомянутая история про аутоиммунные заболевания. То есть, на самом деле, вот тут вот, да, вот здесь вот, в стрелочках, помеченных цифрой 2, я везде еще поставил дополнительные звездочки, чтобы не забыть сказать, именно тут порой фагоциты работают слишком активно и чрезмерно запускают свои реакции, и тогда могут слишком сильно повредить собственные ткани, но действительно, особенно это характерно для аутоиммунных каких-то событий. что еще делают макрофаги? Ну, посмотрите, активация лимфоцитов, то есть, они работают как антиген презентирующей клетки. Отдельная история связана с Т-хелперами второго и первого типа, я сегодня некоторое время буду про это рассказывать, мы постепенно приближаемся к этому достаточно сложному моменту, и момент состоит вот в чем, когда Т-хелпер, получивший сигнал от антиген презентирующей клетки начинает делиться, он может превратиться в Т-хелпер первого типа или Т-хелпер второго типа. И пока что мы с вами говорили о Т-хелперах второго типа, которые дальше взаимодействуют с Б-лимфоцитами и, соответственно, активируют образование антител. Но, кроме того, есть еще Т-хелперы первого типа, которые помогают макрофагом, выделяя, ну, например, интерферон гамма. И вот каждый конкретный Т-хелпер, когда он созревает, он в зависимости от дополнительных цитокиновых сигналов идет по пути Т-хелпера первого или второго. И, как бы, каждая система, она тянет одеяло на себя. То есть, система, связанная с производством антител, ее активность так сконфигурирована, чтобы побольше получилось Т-хелперов второго типа. А вот макрофаги, они пытаются сделать так, чтобы Т-хелперов первого типа оказалось больше. И вот за счет конкуренции двух этих систем формируется разнообразие вариантов нашего иммунного ответа. Ну, я про это еще сегодня скажу. Во всяком случае, макрофаги, выделяя интерлекин-12, приводят к тому, что Т-хелперов первого типа может становиться больше. И это, опять же, усиливает иммунную реакцию. Ну, и, наконец, пятая стрелочка, это реорганизация ткани. То есть, макрофаги уже после того, как очаг воспаления ликвидирован, они способны, соответственно, помогать восстанавливаться какой-нибудь там кожи или стенки кишечника. Вот, и, собственно, регенерация, да, это тоже очень важный процесс, и макрофаги тут не остаются в стороне. Вот, собственно, схема, в которой вы можете не спеша разобраться, и ключевую роль здесь, как раз, вот на этой схеме, ключевое место занимают макрофаги. То есть, для того, чтобы победить источник инфекции, они должны среагировать на антиген и, ну, например, проглотить бактерию. но они видят не все, поэтому важна абсонизация. Поэтому, если на бактерию налип комплимент или антитело, то тогда макрофагам гораздо проще. Комплимент врожденное, так сказать, знание, а антитела, они результат работы Б-лимфоцитов, на которые тоже подействовал антиген. Но Б-лимфоцитам помогают Т-хелперы второго типа, и про это я рассказывал много на прошлой лекции, а с Т-хелперами второго типа взаимодействуют антиген-презентирующие клетки, которые на MHC второго типа, второго класса, выставляют фрагменты антигенов. Но это еще не все, потому что действительно есть Т-хелперы первого типа, которые помогают макрофагам, вырабатывая интерферон гамма. Когда формируется реакция иммунной системы, действительно существует тонкий баланс эффектов Т-хелперов первого типа и Т-хелперов второго типа. И то, что впереди, то, что легче запускается, это как раз контур, где функционируют Т-хелперы первого типа. Что это собственно означает? Это означает, что когда проникла какая-то инфекция, и на нее налипли, присоединились те антитела, которые уже имеются в организме, срабатывание Т-хелперов первого типа позволяет повысить чувствительность макрофагов именно к этим антителам. И если этого окажется достаточно, то мы с инфекцией справимся. То есть при проникновении инфекции иммунная система вначале старается обойтись тем опытом и теми в кавычках навыками, теми компонентами системы приобретенного иммунитета, которые уже существуют. Если сравнивать с работой мозга, а я как нейрофизиолог постоянно это для себя делаю, то это ситуация, когда что-то возникло, и вы пытаетесь обойтись теми знаниями, которые уже у вас в голове. И если получилось, то и прекрасно. И не нужно ничего нового усваивать, то есть жизненного опыта хватило. Но бывает так, что не хватает жизненного опыта. Вы используете этот вариант поведения, этот, а не получается. И вот тогда нужно учиться новому. И вот примерно та же история в случае системы иммунной. То есть антиген активирует Т-хелперы первого типа через антиген презентирующей клетки. И если получилось, прекрасно. Но если не получилось, если тех антител, которые имеются, не хватает, и возбудитель продолжает размножаться, и антигена все больше, вот тогда вперед выступают Т-хелперы второго типа и активируют новые клоны лимфоцитов. И тогда появляются новые антитела, которые все-таки позволяют решить проблему. Макрофаги сами не остаются в стороне от этой истории и выделяют большое количество цитокинов. Вот они еще раз поименованы интерлекин первый, третий, шестой, двенадцатый фактор некрозоопухоли альфа, и они много на что влияют, в том числе на те компоненты иммунной системы, которые работают с вирусами, то есть на натуральные киллеры и даже на Т-киллеры, а Т-киллеры в свою очередь выделяют интерфероны альфа и бета. То есть напоминаю, что интерферон гамма, он тоже обладает свойствами интерферонов, но кроме того еще более специфично активирует макрофаги. Ну а вот это схемы, на которых у нас закончилась прошлая лекция, то есть я сейчас начинаю собирать разные компоненты иммунной системы в такие более целостные истории, и давайте мы вспомним, что да, есть Т-лимфоциты, которые дальше проходят процесс позитивной и негативной селекции, то есть тот Т-лимфоцит, который собственно поступает в ТИМОС, он может стать и Т-хелпером, и Т-киллером. И в зависимости от того, как его рецептор взаимодействует с MHC первого типа и MHC второго типа, он станет либо CD-8 клеткой, то есть киллером, либо CD-4 клеткой, то есть хелпером. Если хорошего взаимодействия не получится, или будет взаимодействие и с MHC первого класса, и с MHC второго класса, то запускается апоптоз. То есть вначале идет позитивная селекция, выбираются те, кто хорошо взаимодействует с MHC, а дальше начинается негативная селекция, когда этим будущим Т-киллером и Т-хелпером показываются, презентируются все фрагменты собственных наших белков. И если Т-рецептор на них реагирует, опять-таки запускается апоптоз. Это делается для того, чтобы в кровоток не вышли такие клоны Т-лимфоцитов, которые могут потенциально атаковать наш собственный организм. Т-лимфоцитов. То есть все, что узнается, убирается и остаются только клетки, которые ни на что не отреагировали. Это означает, что их рецепторы настроены на чужеродную молекулу, на молекулу, которую нет в организме. Ну и вот, собственно, когда я рассказывал об этом на прошлой лекции, я говорил, что в итоге всего 2% Т-лимфоцитов выходят в кровоток, а 98% погибают сначала на стадии позитивной, а потом негативной селекции. Подобный же процесс, ну а точнее негативная селекция, идет в случае Б-лимфоцитов и здесь погибает около 70%. И вот дальше, после вот такого контроля на аутоиммунную реакцию, после того, как в идеале выбиты все потенциально аутоиммунные клоны, Т-лимфоциты, Б-лимфоциты переходят в вторичные лимфоидные органы, то есть в места как бы постоянного обитания, в том числе лимфатические узлы, плюс еще периодически мигрируют между этими узлами, то есть они достигли зрелости и готовы участвовать в системных реакциях иммунитета. Вот то же самое, но показано в виде схемы, то есть Т-лимфоциты сначала пункт 1 позитивная селекция, и ты становишься либо CD8 клеткой, либо CD4 клеткой, а потом негативная селекция для того, чтобы не было аутоиммунных заболеваний. И вот Т-килер его работа, и Т-хелпер второго типа его работа, то есть взаимодействие с антигенпрезентирующей клеткой, и после активации деления, в этот момент как раз идет выбор, будем мы Т-хелперами первого типа или Т-хелперами второго типа, ну и Т-хелперы второго типа, на них, напоминаю, появляется CD40 легант, который говорит, да, это активированная клетка, этот Т-хелпер способен взаимодействовать с Б-лимфоцитом, который отреагировал на тот же самый антиген, ну и дальше активация лимфоцита, и напоминаю, что при делении Т-хелперов очень важную функцию играет интерлекин-2, а при активации деления пролиферации Б-лимфоцитов очень важную историю играет интерлекин-4, про это я тоже специально говорил и подчеркивал этот момент на предыдущей лекции. То есть сейчас мы уже можем немножечко свести вместе те знания об интерлекинах, которые были рассеяны по предыдущим лекциям, и давайте посмотрим на основные интерлекины, которые мы так или иначе встречали. Наверное, первым был как раз интерлекин номер 2, интерлекин второй, который очень важен для того, чтобы делились Т-хелперы, то есть вот здесь, вот в тот момент, когда антиген, презентирующая клетка, предоставляет Т-хелперу правильный антиген, то есть именно такой, на который настроен рецептор этого самого Т-хелпера, Т-хелпер, активировавшись, начинает вырабатывать интерлекин второй, и интерлекины второй, вторые, они вот активируют деление вообще Т-клеток, ну и на самом деле еще и Б-клеток, и обладают кое-каким другим стимулирующим действием, ну вот видите тут и активация моноцитов, активация натуральных киллеров, но главный эффект, вот я его пометил звездочкой, это запуск деления Т-клеток, Т-хелперов, ну и на самом деле еще и Т-киллеров, поэтому интерлекин второй, он используется в клинике, одно из его таких лекарственных фармацевтических названий ронлейкин, ну и например при помощи введения дополнительных количеств этой молекулы можно активировать антионкологические системы в нашем организме, в том числе активировать натуральные киллеры. Интерлекин четвертый главный фактор, который запускает деление Б-клеток, то есть он продуцируется Т-хелперами второго типа, и вы видите некоторыми другими клетками, ну и дальше, да, вот Б-клетки начинают активно делиться. Вот Т-хелпер-2 выделяет интерлекин четвертый, то есть Б-клетка получает разрешение на быструю пролиферацию, и дальше, напомню, значительный процент Б-клеток превращается в плазматические клетки для того, чтобы выбрасывать антитела, и посмотрите, на всех этих стадиях работает интерлекин четвертый, работает интерлекин четвертый, где-то ему помогает интерлекин второй, где-то первый, самый неспецифический активатор иммунитета, помните, макрофаги его выделяют, ну и здесь еще, посмотрите, возник интерлекин пятый, который по своим свойствам напоминает интерлекин четвертый, но стимулирует деление уже активированных Б-лимфоцитов, то есть интерлекин четвертый очень важен для такого изначального запуска пролиферации Б-клеток, а вот когда уже деление пошло, интерлекин пятый дает, так сказать, дополнительное добро, дополнительный зеленый свет, ну и в итоге размножение активированного клона идет очень-очень быстро, и идет быстрая наработка антител. Итак, интерлекин четвертый, и ему помогает интерлекин пятый. А вот интерферон гамма, он прежде всего выделяется Т-хелперами первого типа, и, собственно, посмотрите, как много эффектов, но главный эффект это активация макрофагов. То есть, да, действительно, эта система реагирования на проникновение инфекции, да, с участием антител, вот, и тех клонов B-клеток, которые уже активированы, и эта система позволяет, ну, поднять чувствительность макрофагов для того, чтобы, возможно, справиться теми средствами, которые уже имеются. То есть, не активируем дополнительные пока что клоны B-клеток, а повышаем чувствительность к тем антителам, которые, возможно, опционировали бактерии или вирусы. Но, на самом деле, у интерферона гамма очень много, опять-таки, эффектов. Посмотрите, тут активация еще и натуральных киллеров, повышение активности гранулоцитов крови и так далее, и так далее, и противовирусное действие, как интерферона. Ну, и еще раз, главный источник это Т-хелперы первого типа. А вот интерлекин первый, то есть, он определяется как самый неспецифический, общий, тотальный активатор самых разных компонентов иммунной системы, самых разных типов клеток. Продуцируется он, посмотрите, прежде всего, моноцитами, макрофагами, дендритными клетками, зенофилами, то есть, фагоциты в значительной степени являются его источником. Ну, и вот тут вы видите такую систему с положительной обратной связью, которая, собственно, подстегивает работу макрофагов. Ну, и на самом деле еще и масса других эффектов, то есть, здесь вот активация и B-клеток, и активация натуральных киллеров, а вообще это очень мощный, что называется, провоспалительный цитокин. То есть, в отношении многих цитокинов используются эти термины провоспалительный и противовоспалительный. Вот, и, соответственно, опять-таки, вариант провоспалительный он во многом связан с использованием уже знакомых путей, знакомых иммунной системы путей. А вариант противовоспалительный, он зачастую о том, что прекращаем пытаться уничтожить уже имеющимися средствами и активируем, ищем новые клоны B-клеток, которые создали бы новые антитела, и, возможно, эти антитела окажутся способны решить проблему. Ну, во всяком случае, вот интерлекин первый наиболее неспецифический активатор иммунитета, поэтому он тоже используется в медицине, например, при иммунодефицитах, и его такое фармацевтическое название, одно из названий беталекин, ну, и, собственно, кроме того, он, я уже сказал, является важным пирогеном, то есть, системный подъем температуры и общей активации иммунной системы. Ну, вот, некоторые интерлекины у нас только что проскочили, да, значит, первый, второй, про третий я упоминал, как активатор работы красного костного мозга, четвертый, пятый, шестой, влияющий на печень, восьмой, помните, да, хемотаксис, десятый и двенадцатый нам еще попадутся, ну, а, в принципе, интерлекинов на данный момент известно более тридцати, и часть из них очень активно изучается, часть еще пока что не очень активна, сейчас, например, много работ по интерлекинам семнадцатым и восемнадцатым, которые работают как провоспалительные факторы. Ну, и еще раз, интерлекины это только одна из групп цитокинов, то есть, более обширная группа, которая, в принципе, работает на управление функциями иммунной системы и на передачу регуляторных сигналов от иммунной системы к другим частям организма, в том числе эндокринной системе, нервной системе, и вот, если мы говорим вообще о цитокинах, то здесь будут и колонии стимулирующие факторы, которые влияют на работу красного костного мозга, и, например, фактор некрозоопухоли альфа, очень важный компонент запуска воспалительной реакции, и интерфероны, видите альфа, бета, гамма, и кое-какие другие факторы, и понятно, что этот список не закрыт, то есть, по мере того, как мы узнаем все больше об иммунной системе, список и интерлекинов растет, и цитокинов тоже растет, и появляются новые молекулы, которые позволяют нам все более тонко и точно понимать, а как вся эта сложнейшая система функционирует. Ну, давайте теперь, уже, так сказать, зная и зафиксировав внимание на некоторых цитокинах, посмотрим все-таки вот это решение жизненного пути Т-хелпера. То есть, Т-хелпер должен, в кавычках, выбрать, будет он Т-хелпером первого типа и будет помогать макрофагам, он же хелпер, то есть, он помогает, или Т-хелпером второго типа и будет помогать, соответственно, Б-лифоцитом. Вот получил Т-хелпер сигнал от антиген презентирующей клетки, то есть, пока что он Т-хелпер нулевой, то есть, Т-хелпер предшественник, получил сигнал от антиген презентирующей клетки, появился интерлекин второй, дальше пошло деление, и вот пока что это Т-хелпер нулевой, то есть, он еще не выбрал свой путь. Деление на этом уровне активируется огромным количеством цитокинов, интерлекинов прежде всего, а вот дальше, в зависимости от того, каких цитокинов и интерлекинов в окружающей среде больше, Т-хелпер пойдет по первому пути или по второму пути. Если больше и достаточное количество интерлекина двенадцатого, интерферона гамма, тканевого фактора роста бета, интерлекина третьего, то получится Т-хелпер первого типа, который дальше, соответственно, будет прежде всего выделять интерферон гамма и помогать макрофагам. А вот если заметное количество интерлекина четвертого, восьмого, шестого, девятого, десятого, тринадцатого, ну и главную роль играет интерлекин четвертый, то тогда выбор будет сделан в сторону Т-хелпера второго типа, и эта клетка будет, соответственно, стремиться к контакту с Б-лимфоцитами и запускать активацию новых клонов Б-лимфоцитов. То есть, на самом деле, да, вот от этого цитокинового окружения и зависит жизненный путь каждого конкретного Т-хелпера, и ключевые факторы это интерлекин двенадцатый, который выделяется прежде всего макрофагами, а еще натуральными киллерами, и, соответственно, да, вот, кстати, вот, да, вот он соответственно здесь представлен, и интерлекин четвертый, о котором я очень много уже говорил. Еще важную роль здесь играет интерлекин десятый, интерлекин десятый, который является еще и фактором дополнительной конкуренции Т-хелперов первого типа и Т-хелперов второго типа. То есть конкуренция между двумя вот этими ветвями развития, она начинается в тот момент, когда Т-хелпер выбирает путь, но продолжается потом, когда Т-хелперы первого, второго типа работают, выделяют цитокины, и, оказывается, эти цитокины способны ингибировать активность конкурентов. То есть вот здесь вы видите момент выбора, а на следующей картинке, посмотрите, уже после дифференцировки, когда Т-хелперы первого и второго типа начинают работать, они продолжают конкурировать. То есть здесь мы видим ситуацию, ну, действительно, ее можно сравнить с ситуацией будем учиться, не будем учиться, то есть используем знакомые пути Т-хелпер первого типа или осваиваем новые навыки, активируем новые клоны B-лимфоцитов Т-хелперы второго типа, а можно еще одну аналогию привести из деятельности мозга, это конкуренцию программ пассивно-оборонительных и активно-оборонительных, программ страха и программ агрессии. За эти программы в нашем мозге отвечают такие структуры, как амигдала, задняя часть гипоталамуса, и вот когда возникла реальная или потенциально опасная ситуация, как правило, поначалу организм, мозг выбирает пассивно-оборонительный вариант. То есть стараемся уйти от опасности, удалиться, спрятаться, но если это не работает, то тогда уже включается агрессия, активное нападение и борьба. Вот здесь примерно та же самая история. Обходимся уже знакомыми путями или все-таки включаем новые механизмы. Это более затратно включить новые механизмы. Это отчасти где-то даже опасно, мало ли, вдруг что-то пойдет не так. Вот та же самая агрессия в поведении, там гораздо выше риск травматизма. Но если один вариант не работает, надо запускать план B. Вот здесь примерно такая же история. И пока работают Т-хелперы первого типа и выделяют интерфероны гамма, оказывается, что эти интерфероны гамма мешают еще и Т-хелперам второго типа. То есть не нужно пока что активировать новые клоны Б-лимфоцитов, может быть обойдемся теми путями, которые есть. Активируются макрофаги. Макрофаги выделяют интерлейкин 12-й, больше Т-хелперов первого типа, вот одна система. Но если не получается, если концентрация антигена растет, тогда становится больше интерлейкина 4-го, его продуцируют самые разные клетки, в том числе натуральные киллеры, и в какой-то момент активация Т-хелперов второго типа все-таки переходит пороговый уровень, начинается активное взаимодействие с Б-лимфоцитами, но кроме того, посмотрите, Т-хелперы второго типа выделяют интерлейкин 10-й, который начинает подавлять продукцию интерферона гамма. То есть две эти системы еще и конкурируют друг с другом и на стадии выбора пути, и на стадии уже активного функционирования. Вот обе предыдущие схемы сведены вместе. Это иллюстрация из прекрасного учебника «Основы медицинской иммунологии» Рапсон-Ройт-Делс. Я рекомендую этот учебник, он как бы такой более легкий для чтения, чем такие большие классические учебники иммунологии, ну, например, та же самая иммунология Ройта. И вот эта схема из данного учебника, посмотрите, сначала выбор пути под влиянием интерлекина четвертого или интерлекина двенадцатого, а потом уже, когда путь выбран, взаимная конкуренция с помощью интерлекина десятого и интерферона гамма. Ну, и в итоге, еще раз, да, получается, вначале пытаемся обойтись теми средствами, которые есть, а потом все-таки запускаем новые пути, новые реакции, для того, чтобы возникли, активировались новые клоны Б-лимфоцитов, для того, чтобы появились в большой концентрации новые антитела, с помощью которых можно решить, хотелось бы, да, верить, что можно решить ту проблему, которую сразу решить не удалось. Когда мы говорим о разных типах иммунных клеток, о их взаимодействии, мы, конечно, всегда говорим о цитокинах. И в итоге получается то, что в иммунологии называют работа цитокиновых сетей. То есть, в самых разных ситуациях, для того, чтобы решать проблему, разные клетки иммунной системы объединяют свои усилия, и это объединение идет за счет цитокиновых сигналов, ну и зачастую это именно интерлейтины. Вот здесь два таких примера, которые, собственно, мы и обсудили, но это вот здесь собрано в виде таких компактных схем. Во-первых, вот он, выбор иммунного пути, то есть, мы либо пойдем по пути Т-хелпер-1 и будем помогать макрофагам, либо Т-хелпер-2 и будем помогать Б-лимфоцитам. Деление активирует интерлейкин-2 в любом случае, а вот тут уже взаимная конкуренция, интерферон-гамба против интерлейкина-10. Если побеждает Т-хелпер-2, здесь уже много интерлейкина-4, 5, 6, активация болифоцитов, наработка антител. Дальше, вторая схема, активация механизмов рожденного иммунитета. Здесь центральное положение занимают макрофаги, которые активируются инфекционными агентами. Для того, чтобы макрофаги работали более интенсивно, им очень желательно получить сигнал в виде интерферона-гамба от Т-хелпера первого типа. И вот она, эта система с положительной обратной связью, когда макрофаги выделяют интерлейкин-12 и еще интерлейкин-1 здесь тоже, в общем, не помешает, чтобы активировать дополнительно и деление Т-хелперов вообще, и выбор пути Т-хелпера в сторону типа 1, и активировать выделение Т-хелперами первого типа интерферона-гамба. Кроме того, интерлейкин-1 видите, влияет на печень и сюда же интерлейкин-6 фактор некрозовой опухоли и выделяются, ну, например, все те же белки системы комплимента и активация других-других клеток, натуральных киллеров, лейкоцитов крови, хемокины, вот видите, интерлейкин-8, то есть все это мы так или иначе сегодня обсуждали. Чуть подробнее про печень. Печень выполняет у нас огромное количество функций в нашем организме и участвует, конечно, в пищеварении, разрушает старые эритроциты, хранит витамины, микроэлементы и очень важную функцию она выполняет в отношении иммунной системы или, скажем, еще системы свертывания крови, то есть фибриноген тот же самый. Ну, во всяком случае, печень вырабатывает массу молекул, в том числе белки системы комплимента или, например, уже упомянутый сегодня пару раз цирреактивный белок. Цирреактивный белок это апссонизирующий фактор, который связывается с клеточной стенкой стрептококков, то есть в каком-то смысле похож на С3, ну, а белки системы комплимента я о них достаточно много сегодня рассказал. как печень знает, что пора выбрасывать это в большом количестве, то есть она постоянно выделяет эти молекулы, но в случае воспаления выбрасывает в очень больших концентрациях, а вот они, эти интерлекиновые, цитокиновые сигналы. Интерлекин 1, интерлекин 6, фактор некроза опухоли альфа. Вот, и то, что соответственно называется, это высвобождение острофазных белков, то есть в большом количестве, когда это все выбрасывается, это острая фаза воспаления, первый такой ответ яркий, который еще раз в основном захватывает хелперы первого типа, макрофаги, и пытаемся быстро решить проблему за счет тех навыков иммунной системы, приобретенной составляющей иммунной системы, которые сформировались в предыдущей жизни. Если не получится, тогда придется уже бороться по-серьезному, и тогда болезнь на неделю, на две недели, пока не наработаются антитела. Вот картинка, посвященная цирреактивному белку, который, видите, синтезируется в печени, и дальше интерлекин 1, интерлекин 6, идет выброс этого цирреактивного белка, то есть такие, видите, пентамеры, и они апсонизируют бактерии. Ну и дальше, собственно, идет атака фагоцитов, и идет атака антител и системы комплимента. Вот видите, система комплимента присоединяется к этим самым цирреактивным белкам. Здесь картинка посвящена ТБ взаимодействию, то есть то, что обсуждалось на предыдущей лекции. Вот посмотрите макрофаг, который в данном случае работает как антиген презентирующаяся клетка, и на MHC второго типа выставляет соответственно фрагмент антигена. Вот активированный Т-хелпер, ну и дальше, если это Т-хелпер первого типа, он будет взаимодействовать с Б-клеткой и вырабатывать вот такой набор цитокинов, а если это Т-хелпер первого типа, то он будет прежде всего выделять интерферон гамма и влиять на собственно фагоциты. Это взаимодействие между Т-хелперами и Т-киллерами, то есть CD4-CD8-клетками, то есть когда идет активация, ну например, тех же самых Т-хелперов, интерлекины, которые вырабатываются, могут дотягиваться и до Т-киллеров и собственно делать опять же их функционирование более активным, то есть более активное взаимодействие с МХТ первого типа и с теми антигенами, которые выставляются на собственно данных белках главного комплекса гистозависовместимости. Да, ну здесь кстати обратите внимание, ремарка, то есть я периодически использую вот эти термины CD4-CD8, там CD40, что это такое? Это кластер дифференцировки, то есть CD-кластер дифференцировки, это те белковые молекулярные метки, которые характерны для данной группы лейкоцитов. То есть в свое время, когда характеризовали иммунную систему, еще не всегда понимая, зачем нужны те или иные белки, обращали внимание на то, что этот тип белка характерен для этого типа лейкоцитов. Ну и собственно данная классификация, она существует еще с 80-х годов прошлого века, постоянно в нее добавляются новые CD-факторы, то есть такие вот молекулярные метки, которые потом в конце концов обретут некую функцию, когда мы с ними разберемся. Ну и сейчас в этой классификации уже более 350 факторов. CD4 и CD8 самые известные это молекулярные метки T-хелперов и T-киллеров. Ну и вот последние слайды сегодня. Есть еще один момент выбора, ну правда уже не в жизни T-клеток, а в жизни B-клеток, а точнее я бы даже сказал в жизни плазматических клеток, которые производят антитела. А какие антитела мы будем делать? Потому что есть иммуноглобулины А, Е, М, Ж. Вот выбор вот этого постоянного фрагмента антитела, вот этой ручки, которая характерна для двузубой вилки, это тоже эффект цитокинового окружения. То есть если в окружающей среде например больше интерлекина пятого, то идет сдвиг в сторону синтеза иммуноглобулина М и иммуноглобулина А. А соответственно если больше интерлекина тринадцатого, то больше синтезируется иммуноглобулина Ж и иммуноглобулина Е. Ну напоминаю, что самые главные заметные иммуноглобулины это Ж и М, пентомер иммуноглобулин первичного иммунного ответа, то есть когда идет обучение, мы сформировали иммунитет там к концу скажем двух недель, а иммуноглобулин Ж это мономер, который характерен уже для длительно существующего иммунитета и здесь важнейшая функция это абсонизация. Вот эта таблица была на первой лекции, я еще раз обращаю на нее внимание, потому что знание о пяти классах иммуноглобулинов это важно. то есть вот есть конкретный клон Б-клетки конкретный клон Б-клеток он синтезирует антитела с одним и тем же вариабельным участком, но константный участок в зависимости вот от этих дополнительных цитокиновых сигналов может оставаться разным, может как бы прикрепляться к этим вариабельным участкам разная ручка у этой самой двузубой вилки. Ну и напоминаю, что все начинается с иммуноглобулинов Д, которые как рецепторы укреплены на мембране Б-клеток. Иммуноглобулин М тоже может выполнять рецептурную функцию, но основная его функция все-таки продуцироваться при формировании приобретенного иммунитета в виде пентомера и, например, склеивать между собой бактерии и вирусы. Главный это иммуноглобулин Ж, то есть это уже уверенный иммунный ответ, это длительное хранение иммунологической памяти, и даже если, скажем, вы сформировали иммунитет к коронавирусу и иммуноглобулинов Ж у вас не очень много, это не беда. Это означает, что просто они в кровотоке слегка разрушились, но, например, Б-клетки, которые их продуцируют, они никуда не делись, они на страже, и в случае повторного инфицирования они мгновенно сработают, отреагируют, и система приобретенного иммунитета сделает все, что нужно. Значит, 80% иммуноглобулинов обычно это иммуноглобулины Ж. Ну и два более, так сказать, две более минорных группы. Иммуноглобулины А, напоминаю, это секретируемые димеры, и иммуноглобулины Е, их совсем немного, и они в основном сидят на тучных клетках и усиливают воспалительную реакцию, и с ними в значительной степени связаны аллергические реакции, поэтому мы про иммуноглобулины Е еще не раз вспомним. Это план наших дальнейших лекций. Следующая лекция будет посвящена идею вакцинации и вторая часть иммунологической недостаточности, это будет лекция 4. Лекция 5, мы подробно поговорим о разных вариантах аллергических реакций. лекция 6, обсудим связь онкологии и иммунологии и поговорим о аутоиммунных реакциях. Ну вот такие у нас планы, а после этого мы двинемся более подробно в сторону противовирусного иммунитета. Все, что хотел, я сегодня сказал. Спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok